приветствую вас всех друзья на своем канале с вами александр канал клуб садоводов хабаровск видео немножко необычное для моего канала но я вам хочу с вами поделиться как можно определить хороший или качественный мед я знаю три способа два способа я покажу сейчас вам третий это намазать на руку я не буду сейчас мазать ну то есть он когда впитывается и потом уже не липнет то есть хороший мед он четко раз впитывается в кожу и не липнет после некоторого времени а сейчас я вам покажу наглядно способ как можно проверить и так у меня мед мне привезли с приморья вот в таких полторашках и мед я сейчас взял в магазине может быть вы слышали про такой способ и если у вас есть какие-то предложения как вы проверяете напишите их пожалуйста в комментариях и после этого способа я вам расскажу еще про один и так немного меду немного холодной водички и вот это то что мы увидим но появится ненадолго то есть надо смотреть сейчас вот камеру направляю сюда вот так вот крутим тарелочкой и на блюдце должно появиться изображение сот это как бы природная память или как еще правильно называть видите но она появляется ненадолго она потом рассасывается в общем то момент уже был вы его заметили вот так оставим пока в сторонку теперь возьмем магазинный мед я в таких банках всегда себе покупал для приготовления лекарств но ни разу не проверял у нас там знакомый продавец работал я не думаю что она хотя продавцы то они все сами знают производителя лично наверное в общем наливаем мед я делаю лекарства если вам интересный рецепт лекарства для я сторонку оставлю на потекло к раковине скажем так укрепление иммунитета от простуды я в первом комментарии оставлю ссылочку на видеоролик я уже пью так несколько лет и там говорю по числам когда пить нужно это лекарство с алоэ и медом ну и подробно там все будет у меня видеоролики меня этот рецепт дали на работе давно уже я вот уже несколько лет его применяю болтаем 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 смотрим что у нас получается сейчас останавливаю подношу вот видно на магазином даже поярче по моему или просто тот я не вовремя подал видим да виде немножко похоже на соты такие вот полоски но тут как-то немножко не совсем квадратные но сейчас она уже все рассасывается вот такие в общем вот такой очень способ и еще способ когда покупаете мед знаете вот густой допустим здесь у меня видите тот и тот жидкий и в магазине густого меда не увидел если он загустевший то есть как еще называют правильно он засахаривается от длительного хранения и что-то в этом роде да с ним такое происходит у меня у деда своя небольшая пасека была и у него такое было там мед ложку трудно провернуть когда берем в магазине берем просто скажем примерно столовую ложку на пол литра на литр воды чуть-чуть теплой размешиваем тщательно растворяем растворяем мед и капаем туда капельку одну-две капельку ну желательно можно хватит даже одной йода йод мгновенно окрашивает этот наш состав в ну медовый с водой он его окрашивает если в нем добавлен крахмал для загущения потому что попадается в магазине и жидкий мед если туда для густоты добавляется крахмал то вода окрасится надолго раствор окрасится надолго то есть сам крахмал возьмет в себя цвет йода вы понимаете да это дело что мука что допустим крахмал возьмет йод и будет показывать воду такой цвета йодного раствора а если там нет крахмала то она окрасится и фон этот постепенно рассасывается то есть он не будет таким вот синим или как правильно цвет у йода не будет в общем таковой вот истории синего цвета вот такие в общем дела с этим я эксперименты проводил с йодом уже это давно и также магазинный мед проверял и мне попадался всегда хороший ну а на этом я заканчиваю свое видео благодарю всех за внимание напишите в комментариях как какие способы знаете вы мне тоже это будет интересно знать прощаюсь с вами ненадолго всем пока прощаюсь с вами